привет я павел ежов и в такой неожиданной обстановке да никто не ждал скучно скучно просто варить вот эти вот наборы все пивные до хочется экспериментов и сегодня я оказался в лаборатории это вера всем привет вера биохимик микробиолог вообще инженер микробиолог вера инженер мое видео про пиво которое я сбродил на самодельных дрожжах вот из этой вот закваски если кто-то смотрел вот молодцы если кто-то не смотрел пересмотрите и вера мне написала горит паша возможно варианты ты сколько народу ты напоил уже этим пивом что такое отличное пиво хочешь но для начала я бы его проверила на наличие посторонних микроорганизмов такие как сальмонелла стафилококк и эшерихия коли и только после проверки я бы может быть попробовать да почему нет то есть получается что вот это вот яблочко которую да я взял в магазине да и которую мы с любой так лихо вот-вот там забродили в этих баночках кроме дружелюбных каких-то до хороших пивных дрожжей но там в общем есть риск маленький конечно но все равно риск есть на так сколько из вас уже сделала пиво по этому способу я думаю все будет хорошо расскажи в двух словах как мы будем как ты будешь проводить тестирование как я буду тебя снимать и что я надо ли какая-то помощь что мы будем делать но я расскажу основной принцип как это происходит вот я работаю микробиологом да и мы проверяем все сырье на наличие посторонних микроорганизмов собственно здесь абсолютно такая же картина я возьму один миллилитр или 10 миллилитров и буду пересевать на специализированные питательные среды как здесь у нас изображены вот мы будем выдерживать несколько суток на одной среде потом на другой среде и потом на другие питательные среды уже твердые и поэтому там будут нарабатываться определенные микроорганизмы и если они там будут но их там не будут вот то я буду смотреть под микроскопом и уже определяйте опасные не опасно сша у тебя вообще здесь в лаборатории много такого ну вот такого чтобы тревожно только ну что ж тогда сегодня не будет дегустации сегодня будет эксперимент вера твой выход я схематически нарисовала как мы микробиологи определяем наличие или отсутствие патогенных микроорганизмов в нашем случае в качестве образца мы будем использовать пиво сваренное на диких дрожжах мы будем брать определенное количество это 1 грамм или 10 грамм но в нашем случае 1 грамм потому что мы будем использовать пробирки они меньше места занимают собственно потом будем пересевать на специализированные питательные среды которые на которых будут расти патогены микроорганизмы но конечно я надеюсь что у нас не будет никого расти и далее мы будем смотреть на плотных питательных средах характерный рост или отсутствие патогенных микроорганизмов в принципе все здесь больше нечего сказать единственное что анализ идет примерно 5 дней отбираем пробу с двух образцов оставляем на двое суток в термостате при 32 градусах пересеваем на специализированные жидкие питательные среды по истечении определенного времени данные образцы пересеваются на контрольные питательные среды ждем двое суток и снимаем результаты дамы и господа так экспериментировать все можно но нежелательно иначе вы рискуете своим собственным здоровьем но во первых мыть яблоки и всякие фрукты нам все говорят не просто так потому что на них могут применяться пестициды и тому подобное разные химические химикаты вот помимо этого могут быть патогенные микроорганизмы для человека тут их нет и слава богу я столько народу напоете но я могу сказать как бы сделала я я бы съездила куда нибудь в тьму таракань к своей какой-нибудь бабулечки или к знакомой где про химикаты они не слышали не знают что это такое и запаслась бы яблочками или фруктиками и точно зная что там нет никаких обработок химических вот я бы вот у нее взяла и с них бы выделяла они все вокруг тоже там что не может водиться какой-нибудь но там хороший вопрос знаешь ну я вот конечно не биохимик но мне кажется что знаешь имела бы смысл а ты можешь вообще выделить чистую дружевую культуру то есть вот скажем вот мы что-то вырастили вот как мы по любимому рецепту это делали да что-то вот это вот все посеяли и потом отсюда отобрать именно ту самую вот эту вот вкусную вот эту вот яблочную там не знаю сливовую грушевую именно вот и и дрожжевую культуру чтобы уже чистые дрожжи и их уже дальше соответственно делать стартеры какие-то там размножать культивировать именно так и производят дрожжи сначала высевая чистую культуру да да я это уже делаю я так и разбраживаю пилот для пивоварен ну то есть вот отделяю конкретно то есть вот мне дают например вот у меня осталось там с бака да вот вот не эти дрожжи нужно разбродить дальнейшем там через какое-то время я беру я же я не их же разбраживаю я беру высеваю определяю одну колонию где она чистая без всяких повреждений вот и далее я ее беру и ее конкретно одну эту колонию разбраживаю бог да а потом конечно вот то что вот у меня разбродилась я не сразу отдаю в пивоварную я сначала проверяю вот по этим же как раз таки методикам ну чё хорошо слушайте ну это был эксперимент мне кажется уже можно наверное поставить какую-то точку в этой долгой долгой истории с этим пивом из яблочной корочки ну вера спасибо тебе большое это классно это было научно популярно я надеюсь у вас не получилось очень сильно занудное видео и ну вот для затравки нам понравилось работать вместе у нас будет еще несколько роликов пишите в комментариях ты если что присоединяйся к нашему обсуждению да будут вопросы и вере на контакты в описании под видео все я оставлю и на верен канал телеграмм твой оставим канал телеграмм пишите вере по всем вопросам каким-то своим отключенным знакомьтесь это вера пока спасибо